Поверить не могу, что есть шанс, что мы сейчас раскроем тайну поколений. Пойдем на поиски сокровищ. Обалдеть. Невероятно. Седрик, как тебе сокровищница? О, стоп, погоди. Подозрительно похоже на то, во что Седрик заворачивает свои сэндвичи. Так, а вот это уже интересно. Эй, Седрик, ты ничего не хочешь сказать? Ху, рыцарь, Матильда, древняя гробница, лагерь, разбойники. И, да уж, многое произошло в предыдущей серии, но самое главное, что мы поняли, судя по записям, которые нашел Седрик, в этом замке есть какая-то древняя тайная комната. Ммм, не то, чтобы я горел ее поиском, но сходить проверить захотелось. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Луложка, добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! Ииии, снова всем привет, дорогие друзья, я Луложка, добро пожаловать в Голос Времени, в котором, наконец-то, тайная комната найдена. А, или стоп, еще не найдена. Тогда напоминаю, в предыдущей серии, помимо знакомства с Седрикой и Матильдой, помимо древней гробницы Пеллиаса, а также помимо самого Пеллиаса, мы узнали, что в этом замке есть некая тайная комната. Да-да, вчера рано утром Седрик пришел ко мне и сказал, я нашел странную несостыковку в планах замка, а в конце серии вообще произнес, завтра займемся поиском тайной комнаты, и тут я реально офигел. Тайные комнаты, это интересно, но завтра наступило, а за мной никто не пришел. Какого черта? Возможно, мне поспать надо, да? Ага, спать можно только ночью, понятно. В любом случае, пока мы ждем, у меня шикарные новости. Инфериум вырос, иии, тут можно заметить то, что вот в этой серединке он не растет. Связано это с тем, что здесь есть освещение, здесь есть освещение, а посередине освещения нет, поэтому цветок тупо спит. А ну не спать, работать! Все, теперь будет куда лучше. Сам инфериум собираем, новые семечки получаем и сажаем. Внимание, вопрос, а можно ли сделать вот эту инфериевую пашню немного иначе? Просто поставить землю, нажать мотыгой и потом эссенцией. Да ладно, это реально работает. Прикольно, буду знать, спасибо. А теперь идем спать. Да-да-да, здравствуйте, Паэна, встаем и... О! Что? Вы это видите, да? Вы это четко видите! Мы проснулись не утром, а днем! Такое происходит только в моменты сюжета. Сюжет! Где ты? Я жду тебя. Я тебя жду. Так, погоди, а может быть просто самому надо прийти? Хеллоу, здравствуйте! О, Содрик. О, доброе утро, ложка. Как спалось? Я, если что, все подготовил для поиска тайной комнаты. Сейчас, погоди. Все, пойдем, покажу тебе кое-что. Хе-хе-хе. Все-таки не зря приперся. О! А это что такое? Этого раньше не было. Стоп, ты куда идешь-то? Алло, тут какой-то стол. А, кружку поставь. Хе-хе. Окей. Так, в итоге. Что это? О, это стол. Серьезно? Ээээ. Хе-хе. Что? Не впечатлен? А если вот так? Сейчас, погоди-ка. И... Опа! Охренеть. Ну как, круто, да? Я обнаружил, что некоторые комнаты в замке содержат большое количество ртути. О, то есть... Не-не-не, ложка, ты не переживай. Концентрации не смертельные. Но, хе-хе, все-таки хорошо, что мы не так много времени здесь проводим. Я долго не мог понять, откуда бы ртути здесь взяться, пока не вспомнил кое-какой факт. Древние краски делали на основе серно-ртутного сплава. Да, вариант этот весьма токсичен, опасен для здоровья, зато оттенок киноварь дает роскошный насыщенный красный. Хе-хе. Сам понимаешь, свеклы тогда особо стены покрасить не получилось бы, как и сейчас в целом. Ну и, в общем, я тут задумался, сопоставил факт неточности имеющихся дворцовых карт с тем, что больше всего красный используется в самых роскошных комнатах и залах. И... У меня есть идея, что тайные комнаты должны быть тоже богато украшены. Как минимум, если они действительно имели ценность для всех этих древних королей. Хе-хе. Я, конечно, понимаю, что найти тайные коридоры прислуг это тоже интересно и увлекательно, но... Ложка. Разве это может сравниться с настоящим поиском сокровищ? Короче, как ты уже понял, сейчас мой радар просканирует весь замок и выявит комнаты с наибольшим содержанием ртути. Ага. К счастью, ртуть это единственный металл, который находится в жидком состоянии при обычных температурах. Мой детектор легко определит ее пары, а значит и самые богатые комнаты. В общем, если максимально упростить идею, то я сделал радар, определяющий самые богатые комнаты. Вот и все. И если в этом древнем символе пропийской культуры есть сокровища, то, скорее всего, радар нам все покажет. Так. В любой момент прибор может досчитать и показать нам направление к богатству. Так. Сейчас. Сейчас. О, так подожди, что-то появляется же, разве нет? Вот они. Три точки, ни хрена себе. Это что, ртуть? А, сработало! Ты погляди. Поверить не могу. Четыре самые богатые комнаты, да? Так, значит, вот это... Это, наверное, комната Хризеиды. У нее были очень богатые покои, это точно. Вот здесь это должно быть приемный кабинет короля для особых случаев. Так, раньше эта комната была вроде самой богатой во всем замке. В ней король принимал заграничных королей и послов. Там сейчас уже давно все разграблено, и от роскоши осталась только краска на стенах. Так, а вот эти две рядом... Хм, я не понимаю. Одна это точно тронный зал, а вторая под ней... Э, ложка. А что, если это и есть утерянная сокровищница короля Чарльза? Он ведь так внезапно умер, что никому не успел рассказать, где хранил всю казну. Слухи о несметных богатствах в этой сокровищнице уже сотни лет будоражат мысли искателей приключений. Ну, ладно, будоражили, пока пропия не пришла в упадок. Поверить не могу, что есть шанс, что мы сейчас раскроем тайну поколений. Так, ты же идешь? Пойдем на поиски сокровищ. Так. Подожди, а какая из этих точек-то, господи, ладно. Куда мы идем? О, мы наконец-то зайдем в какую-то из этих комнат, да ладно? Спустя столько времени! Ну-ка. Вау! Вот, смотри, здесь я обустроил комнату Ашри. А, дальше, кстати, я еще не ходил, все, времени как-то не было. Так что, давай, ты, это, первый. Блин, у меня тут рассудок в полной жопе. Ты уверен? Так, здесь у нас ничего, здесь ничего. Тоже пусто. А где Ашра спала, интересно? Вот тут, что ли? Эй, эй, не-не, лолошка, если верить показателям на радаре, то нам надо выше. То есть, мне сюда нельзя. Понял, ладно, ладно, все, все, все. Так, а это? А, ладно, ладно, сюда я тоже не буду нажимать. И сюда, я так понимаю, тоже. Все, 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 поднимаемся наверх и никуда больше не смотрим. Блин, офигеть, я впервые за столько времени могу посмотреть на этот замок. О, нет, нет, как же мы пройдем-то теперь? Я идти по лестнице запыхался. А разгребать завалы, так тем более. Так, а тут же просто прыгнуть. Я не тут побуду. Стоп, ты предлагаешь мне это расчистить? Так это же не проблема, ты чего? Вот так вот просто взяли, немножко почистили. Не знаю, можно булыжниковую плиту положить. Или тебе прям вот это почистить надо? Что? Ты так быстро справился? Ну, да, я такой. Я бы, честно говоря, разгребал это несколько часов. Ладно, пойдем. Сокровищество должно быть где-то рядом. Несколько часов? Вот это? Так, ладно, давай. Здесь у нас ничего. Я буду на всякий случай все это осматривать. На всякий случай пытаться куда-то нажать. Как говорится, мало ли. Охренеть! Тот самый тронный зал! Так, это должно быть тронный зал, получается? Эээ, такое величие и в таком запустении. Слушай, Лулошка, а в твоих снах он выглядел точно так же? Ну, примерно да. Да, думаю так же. Хм, удивительно. Твой мозг явно обладает способностями, недоступными простым смертным. И все-таки, где же находится эта секретная комната? Если верить радару, то она должна быть прямо патронным залом. Однако, когда мы шли по лестнице, то прям, ну, совсем ничего не было. Что думаешь? Седрик, я думаю, что твой радар ошибся. И ничего здесь нет. Не, это вряд ли. Мы должны вернуться обратно на лестницу и поискать там. Может быть, пропустили какую-то дверь? Ммм, похоже на правду, кстати. Надо внимательно осмотреться здесь. Уверен, королю было бы удобно спускаться в тайную комнату отсюда. Ну, кстати, да? О, круто. Мне тоже так кажется. Как говорится, высшее знать любит держать все у себя под боком, да? Если верить легендам, король Чарльз проводил здесь почти все свое время. Хм, 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 хм. Да вот только где оно может быть-то? Ты куда? Шо... А... Ну, короче, видимо, мне нужно самому искать. Ладно, пока мы... А, и он, смотри, он реально ощупывает все, что только можно. Прикольно. Эээ, здравствуй. А! Бляха! Здравствуйте. Слушайте, я, походу, понял. Мне надо этих рыцарей всех к трону, да? Чтобы они все смотрели на трон. Давайте попробуем сделать так. Так, Седрик, только не трогай. Не трогай рыцаря, понял? Так, поворачиваем. Допустим, они будут смотреть вот так. Вот так. Ты куда у нас смотришь? Не туда смотришь. Тебе нужно вон туда. Блин, а погоди, а как этого рыцаря поместить? Ну, допустим, вот так оставим. Такс. По всей видимости, это немного плохая. Так, организм, шестьдесят два. О, господи. Ха-ха, я испугался. Так вот, по всей видимости, я немного ошибся. И рыцарей надо как-то по-другому. Может быть, я, конечно, вообще не рыцарей должен трогать? Тронный трон. Другой тронный трон. Нет, ничего не работает. Какие-то кнопочки. Тоже не работает. Бочка пустая. О, подожди, дверь. Пусто. Не могу зайти. Стоп. Стоп! Ребята, вы это видите? Там оказывается отражение. Только оно правильное как будто, нет? Смотри, смотри, смотри. Тут рыцари не поворачиваются, следовательно. Да-да-да-да-да-да-да, я делаю вот так. Или, подожди, эээ... Ну, короче, да, примерно вот так, наверное. Потом этого рыцаря я должен поместить в эту сторону. Вот в эту. Молодец. Ты должен смотреть в мою сторону. Надеюсь, что так. Ты точно так же на меня. Молодец. Ты вообще красавчик, уже смотришь правильно. О! Бляха! Что происходит? Сайдрик, 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 что ты... О-о-о! Дрон отодвигается! Сайдрик, ты что, глухой, что ли? Тут такое мотиво происходит, иди сюда! Охренеть! Чёрт возьми, лу-ложка. Ты-ты-ты что сделал? Как ты это сделал? Боже, ты гений! Да, я такой. Я посмотрел на отражение сверху, это прикольно. Самое главное, смотрите, они реально там перевёрнутые. Хе-хе-хе. Круто придумано. Так, что, пойдём? Или что? Ты идёшь? Что, мне может быть надо ему рассказать? Хотя, наверное, нет. Просто зайти. У-у-у. Е-мать. Сэдрик, как тебе сокровищница... О, стоп, погоди. Обалдеть. Бумажка какая-то. Невероятно. Какие богатства. Неудивительно, что пропия пришла в упадок. Раз никто не знал о существовании этой комнаты после смерти Чарльза, казна королевская вмиг лишилась большинства своих богатств. Лолошка, ты можешь поверить, что мы сейчас стоим в комнате, в которой не было ни души последние несколько столетий? В комнате, в которой сосредоточено богатство целого королевства! Даже во времена, когда замок использовался как развлекательный центр, тут бывали разве что призраки. Обалдеть. А, как думаешь, обёртку от сэндвича тут тоже призраки оставили? А, что? Какую обёртку? Погоди, а какую обёртку? А, бумажка! Пахнет курицей и яйцом. Подозрительно похоже на то, во что Седрик заворачивает свои сэндвичи. Так, а вот это уже интересно! Эй, Седрик, ты ничего не хочешь сказать? Возьми-ка бумажку. А? Эээ... Ой. Ну я и дурачок, конечно. Лолошка, прости, пожалуйста. Я испортил тебе такой приключенческий опыт. Я, честно говоря, нашёл эту комнату пару дней назад. Я... Я понял, что так просто перенастроить тупинатор не получится. И, в общем, все мои рассуждения ты уже слышал. Для точной настройки тупинатора мне нужен был специальный монитор. А для получения монитора редкий металл. Ну вот я и просканировал замок на наличие этого металла. Он нашёлся здесь. Потом уже как раз изучил схемы замка и понял, что... Кхм... Здесь оказывается тайная комната. Я вот её нашёл, добыл всё необходимое. Кхм... Да. А потом подумал, что это нечестно, что мой друг вот здесь, рядом. А я с ним даже не поделился своей находкой. Кхм... А ещё оказалось, что для грамотной работы ГМА, Ну, то есть тупинатора, надо выставить базовые значения. То есть изначальные показатели интеллекта. И я вот решил всё это совместить. Хе-хе, я понял. Блин, на самом деле я верю Седрику на все 101%. Ему, знаете, хочется верить. Он, в принципе, такой персонаж, который как будто не умеет врать. Он даже просто обёртку от сэндвича забыл убрать, понимаете? Седрик, то есть ты воссоздал свой квест на поиск тайной комнаты ради меня? Мне... Хе... Мне безумно приятно, Седрик. Я... Я очень это ценю. То есть ты знал, где находится тайная комната, но заставил меня проходить через всё это, чтобы просто установить, какой у меня IQ? О, Седрик. Я не хочу с тобой разговаривать. Не, это тупость. Я... Я более чем верю ему. Я не думаю, что он хотел как-то напакостить мне. Поэтому мне приятно. О, я рад, что ты не злишься. Я мог бы установить твои показатели через нудные тесты с задачками, но я просто подумал, что тебе, наверное, будет интересно пройти квест с поиском сокровищ. Это небольшое приключение позволило мне понять состояние твоих ментальных и физических сил. Возможно, я немного помониторил твоё состояние, пока ты разгребал завалы. Зато теперь у меня есть все необходимые данные, чтобы наконец-то запустить ГМА. Кстати, тебе наверняка захочется разграбить эту сокровищицу, поэтому я, наверное, пойду настраивать тупинатор, а ты нагребай. Нагребай, сколько влезет. Только сильно не задерживайся. Если мы можем избавить тебя от кошмара, то я бы хотел сделать это как можно быстрее. Твоя нервная система, скорее всего, перегружена сейчас обилием галлюцинаций. Ха. Впрочем, ты, вероятно, и сам лучше понимаешь, как себя чувствуешь. Жду тебя в лаборатории. Всё, пока-пока. Так, ладно. Хе-хей, привет всем! Здесь кто-нибудь есть? Призраки? Кто-нибудь? Броня какая-то. О! Нихрена себе. Подожди, что? Стоп, стоп. Так, ну это полный отстой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Боже мой! Какая броня! Минимальный уровень боя 50, а здесь 80. Я же это никогда не надену, чёрт возьми. Так, и у меня уже 113% в гире. Что у нас здесь? Здесь. Подожди, чего? Что? Я могу это забрать? Что, бляха-муха? Я в это не верю, ребята! А! 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 Бляха! Что это было? С***! О, с***! Не надо так делать, пожалуйста. Не надо. Ема! А-а-а! Сколько золота! Сколько алмазов! Конечно же я это забираю! Наверное, сюжетные блоки, которые вот здесь лежат, я ломать не буду, потому что, ну как-то это неправильно, что ли? Ш- Так. Чего? Не-не-не, я-не-не, я правда в это не хочу верить. Я-не-не, я прямо сейчас вижу огромное количество инферия? Серьезно, это еще и слиток! Вау! Так, а еще можно? Еще можно. Нет, это железо. Здесь у нас опять алмазы. Не, я, слушайте, как-то не верю в это. Такое ощущение, что вот ко мне придут и просто заберут это, да? Ну не могу я в одночасье стать таким богатым. Зато мы точно понимаем то, что да, сокровищница короля Чарльза была самой богатой сокровищницей этого мира. Точнее, королевство Пропии. О, стоп. А может быть я все-таки это должен добыть? Вы посмотрите, это же те самые слитки. Я-я возьму чуть-чуть, да? Как бы, я так понимаю, что я могу это забрать, но не хочется прям жреть. Ненужное выкидываем. И что мы, ребята, должны сказать королю Чарльзу? Спасибо большое! За то, что умер. Ах, какой же я переполненный! Так, к кашере зайти не могу. Мне, видимо, сюда. Эээ, так, Сэдрик! А? О, привет, Сэдрик. Ох, боже мой. Ложка, ты меня напугал. Пойдем, будем тестировать тупинатор. Ой, у меня как раз, кстати, с рассудком полная жопа. Наконец-то! Так, что мне делать? Я уже все настроил, надевай. Так, тупинатор 2.0. Надеваем на голову. Ну что, как себя чувствуешь? Иконка вроде бы нормальная, никаких проблем нету. Все четенько. Галлюцинации пропали, все отлично. Я еще не пробовал двигаться, так что не знаю. Да, давайте попробуем. Я пищу, нерпа, болт, пигалица, харчой не стаю. Да, чего? Так, погоди-ка. Эээ, ммм, блин. Ну что сказать-то? Тупинатор работает, лолошка? Но у тебя началась афазия. Тебе кажется, что ты говоришь адекватные связанные вещи, когда на самом деле из твоего рта выходит какая-то ерунда. Так, возможно, если я сейчас чуть-чуть баллон шоколада, сконвордирую. Огурцова. Матюки первопроходца спираль. Что? Согласен, матюки. Я лучше с галлюцинациями похожу. Седрик, мне кажется, это у тебя началась афазия. Теперь вот они у меня. Угу. Трос, пируэт, леча, камин. Так. Так, короче, лолошка, я вернул настройки обратно. Сейчас не пытайся что-то говорить, у тебя не получится. Если упрощать, то афазия может проявляться двумя способами. Либо ты не понимаешь, что тебе говорят, либо наоборот, тебя не понимают. Эээээ... Я подумал, ты все равно-то не особо разговорчивый, поэтому походи пока вот так. Окей. Если я смогу лучше локализовать ту зону мозга, которая отвечает за твои галлюцинации, и начну воздействовать точечно, удастся избежать даже таких неприятных побочных эффектов, как афазия. И знаешь, это на самом деле очень странно, что у меня до сих пор не получилось этого сделать. Твой мозг по структуре, он такой, он вроде такой же, как и мой. Ну, то есть галлюцинации должны зарождаться в зоне рядом с гиппокампом, а у тебя при этом творится что-то непонятное в башке. Есть идеи, с чем это может быть связано? О, стой. Стой, не отвечай, не отвечай. Ладно, тогда... Раз уж мы решили вопрос с твоим безумием, то давай я тогда займусь дальше штуковиной для добычи скинта. Ой. Блин, и кстати, как же я проголодался со всей этой работой. Последний бутер съел с утра сегодня. Ну, ничего, ничего, приготовлю, когда закончу добывалку. О, список заданий? Что? Вкусная благодарность. Требование три сэндвича с курицей. Седрик столько для меня всего сделал, он так старается, ночами не спит. Раз уж из-за афазии я не могу выразить свою благодарность словами, приготовлю ему любимых сэндвичей. Хе-хе-хе-хе. Седрик, кажется, я знаю, чем хочу заняться. Только у меня один вопрос. Неужели у меня нормальный рассудок? Ребята, вы поглядите, иконка просто 10 из 10. Если я так буду бегать, то я не против, честно говоря. Так, это убираем. Ох, сколько у меня тут всего-то, боже мой! Я теперь новый король Чарльз, понимаете? О, и кстати, у квеста вкусная благодарность, срок выполнения всего лишь один день. Награды дружба. О, нифига себе. Слушайте, ну да, я хочу это сделать, только... Так, какой там бутерброд? С курицей. Так, внимание, новые зрители! Мы никогда в комментариях не задаем вопросы, откуда у меня появилась жареная курица. Вам всем все понятно? В любом случае, далее берем хлеб, немного капусты, соединяем с морковкой и... Та-дам! Сэндвич с курицей! Эй, Седрик, сейчас ты приятно удивишься. Забирай. Ок? О, стоп, это ты мне сделал? О, ложка, спасибо. О, слушай, а у тебя не хуже, чем у меня получается даже. Как же я обожаю кушать. Есть, это вкусно. Надеюсь, ты и себе тоже сделал, потому что я делиться не собираюсь. И вообще, почему ты до сих пор на ногах? Думаешь, раз рассудок восстановил, то теперь все? Все сильны, что ли? Давай, иди отдыхай, ты в Рейсе уже слишком долго. Завтра будем пытаться определить, как там твоя искорка. Идет у тебя процесс восстановления? Или не идет? Но, это все завтра, да. Так что, давай, все, не отвлекай меня, у меня куча дел. Как вкусно. Блин, у меня даже в животе завурчало. В любом случае, возвращаемся домой и попробуем поспать, ну-ка. Ага, поэна мне все-таки снится, даже с тупинатором, я понял. Если мы встаем, то... Ага, все так же продолжает работать. У меня нормальный рассудок, это радует. Следовательно, наконец-то, тупинатор 2.0. Вот теперь он точно должен сработать. Да, он реально работает, и у меня вопрос. Если к нам кто-то придет, типа Фран, Ашера, Эо, который до сих пор, кстати, так и не появился здесь, то как я буду с ними разговаривать? Я же тупинатор-то не сниму. А, стоп, я даже не могу его снять. Вот оно что. Ладно, самое главное, что пока ко мне не пришли и ничего из этого не забрали. Давайте возьмем этот блок, далее этот блок, и поймем, что с такими запасами я очень близок к алмазной эссенции. Мне нужны семена алмаза. Потребуется алмаз, это не проблема. Семена основа процветания, это тоже не проблема. Делаю прямо при вас. Самое тяжелое здесь это супремивая эссенция. Но, по сути, она просто соединяется, соединяется, соединяется из других эссенций. Надо даже проэкспериментировать. Соединяем, получаем прудентевую эссенцию. Снова соединяем, получаем тертивую эссенцию. И вновь соединяем, получаем империевую. То есть, если у меня будет три империевые, то я получу одну супремивую. О, господи, на самом деле это дорого. То есть, мне нужно четыре таких красных. Внимание, возможно, у меня сейчас будет много инферия, если я сделаю себе посох фермера. Создается при помощи посоха урожая, а также колечко фермера, которое я могу сделать прямо сейчас. Берем гобер-слитки, создаем кольцо, забираем костную муку, прессуем кучу костных блоков и объединяем все это. Та-дам! Кольцо фермера. Работает на многих растениях, посевах, саженцах, тростнике, тыквах и бамбуке. Shift плюс ПКМ. Так, окей, допустим. Оно работает! О, охренеть! Ха-ха-ха! Господи! Так, погоди. Обалдеть, вы посмотрите! Оно реально супер быстро начало расти! Прямо со всех сторон постепенно пробивается. Так, возможно днем будет даже быстрее. Все, да, привет Паэна, пока Паэна, нормально поспали. Это все убираем, черт возьми. Ах, да, это действительно крутое колечко. И снова пробуем. Стоп, что? Мне показалось или тростник тоже вырос? Как мы видим, трава вырастает супер длинной, а тростник все-таки нет. Он уже и так достаточно высокий. Теперь соединяем это с посохом урожая и проверяем, что поменялось. Нажмите ПКМ, чтобы использовать. Нажмите Shift плюс ПКМ, чтобы вырастить высокую траву и цветы. Стоп, погоди. А, ну да, это я и так знал. А на этом-то оно будет работать? Ох ты ж, б***ь. Ладно, этого я не ожидал. Охренеть, сколько семян! Ой, прости, тростник, прости. Так вот, если я буду сейчас вот так вот просто постоянно нажимать, 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 то оно будет постоянно выпадать и выпадать. Итого у меня уже 41 эссенция. Я думаю, вы сами понимаете, что мне нужно сделать ферму куда больше. О, а еще я заметил то, что если я просто стою рядом, то оно быстрее растет. Мне не обязательно даже нажимать. Потом просто вот так бам и все. Так вот, мне действительно нужна ферма побольше. И как бы сказал старый я, да и нынешний, за дело, черт возьми! Ну, в общем, пока что не шикую, но дело постепенно разрастается. Вот, смотрите, сейчас посох я не держу. Как только мы берем в руку, начинается процесс. Сразу видно то, что где-то с какой-то стороны что-то постепенно растет, да? Вот особенно эта штучка. Далее мы просто подойдем, вот так нажмем, все соберем. И, как вы понимаете, это будет со всех сторон и не только с эссенцией. У нас будут алмазы, у нас будут... Ээээ... Алмазы. Короче, эссенции, которые продаются Сан-Франу. А на этой богатой ноте мы постепенно будем заканчивать. С каждой серией становится все более и более понятнее то, что моя искра вроде как выздоровела. И мы готовы возвращаться в Междумирье. Боже, что там вообще происходит? Надеюсь, это произойдет уже в скором времени. А так пока что восстанавливаемся, цветочки сажаем, гробницы расхищаем и просим от вас лайка. Ребят, мне и всей команде будет очень приятно, если вы поддержите нас с капелькой мотивации. Поддерживая нас лайком и своей подпиской, вы 100% помогаете нам понять. Да, это кому-то надо. Мы будем тратить на это еще больше денег. Ну и, как говорится, дальше больше. Спасибо большое за вашу поддержку. Спасибо, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и мой супер-мега-посох фермера. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok